Говорят, что вот VPN — решение всех проблем, но в Беларуси, например, в эти дни блокировали, да, как это вообще возможно такое, блокировали VPN. Но вот решение ли это всех проблем, и как это вообще работает, VPN? Есть же бесплатные версии, есть платные. Вы можете немножко глубже погрузить нас в тему VPN? VPN, он нужен немного для других функций. То есть это не очищает VPN, ваш телефон от следов каких-либо рассылок, приложений для голосования, фотографий с, скажем так, участием вас на митингах и всего остального. То есть от этого VPN вас не спасет. То есть если вы физически со своим телефоном попадаете в руки, ну, будем говорить прямо о преступниках в погонах, то VPN вам уже не поможет. VPN спасает до этого пункта, то есть до дианона. То есть, наверное, чтобы объяснить, как работает VPN, потому что я могу сказать, VPN сохранят ваш ID, адрес. То есть, ну, поймет там кто-то, не поймет, и сильно это, ну, сохраняет и сохраняет. Не будет сохранено, но и ладно. Для чего это вообще нужно? То есть каждое устройство, телефон, планшет, ноутбук, имея свой индивидуальный код, пароль, личный пароль, то есть в телефонах он называется email. Вот он существует. И у каждого провайдера, допустим, это будет симка, как помните, еще три джики были, модем, Wi-Fi, естественно, проводной интернет, любой проводной интернет, любая вещь, она имеет тоже как бы своего провайдера, то есть тот, кто этот интернет предоставляет. И вот когда какое-либо устройство подключается к этому провайдеру, этот провайдер этому устройству под этот код дает свой ID. И дианон происходит различными методами, и чаще всего человек обычный, в обычной жизни, он себя дианонит, как говорится, несколькими способами одновременно. Первое. Ты подключаешь эту сим-карту или этого провайдера, ну, три джики или же модем, ты составляешь договор, там твое имя, фамилия, адрес указаны. Ну и понятно, куда приезжают устанавливать себе, если это сим-карта, то же у нас все по паспорту. То есть уже часть вашей верификации есть. С другой стороны, те же новые устройства вам продают, вы оформляете страховку или же доставку через какой-то сайт, вас тоже узнают, дианон происходит. Любые приложения, которые вы используете, я буду говорить в скупе, и телефон, и компьютер, они практически уже, да, планшеты одинаковые во всех своих функциях. Вы используете какое-нибудь приложение Яндекс.Доставка, Uber, еще что-то, адреса, куда вы ездите, куда вы доставляете еду, ну, то есть ваши личные данные, привязывается к карту, все это показывает, собирается у вас данные в сети интернет на этих же сайтах. По сути, это все сайты или же мобильные приложения. Ну, сейчас есть приложения и на компьютер, те же версии, там, ТикТок или еще чего-нибудь. Такие, кстати, вот, как ТикТок, они собирают все и локацию, и, ну, для рекламы успешной, и все ваши там, грубо говоря, чуть ли не доступ к вашим фотографиям, к диктофону, к фото, ко всему получают, собирают все про вас. То есть это все собирается, собирается. И мы как-то с вами больше года назад тоже обсуждали, что вот как раз-таки ОАЦ и КГБ вводили новый закон ко всем серверам на территории Беларуси, и они получали доступ. Помните, как-то был эфир, где выносили новое постановление, расширяли законодательную базу, чтобы все владельцы своих серверов до подключения к сотрудникам ОАЦ и КГБ давали доступ, там, допустим, к онлайнеру, чтобы онлайн ты мог открыть и посмотреть вот эти все собранные кокис-файлы, и всю информацию, которую собирают до клиентов. Сейчас это уже расширили вплоть до МВД и сотрудников Следственного комитета, это еще дополнительный шаг ДНО. Да, я сейчас немного технически сложненько объясню, но вот эти все способы как вас верифицируют. Естественно, еще, если как-то удалось на левого человека привезти эту симку, или был период, когда лайк продавал без паспортов, еще что-то, то есть другие способы ДНО точно так же есть. Соты, если мобильная сеть, каждая сота обслуживает определенный, там, допустим, участок круговой в 500 метров вокруг себя, и вот это пересечение между сотами, как такой биллинг называется, тоже происходит. Да, это именно мобильный интернет вас перекрывает. Естественно, по кабелю любой вай-фай, то есть понятно, в каком доме, в какой чуть ли не квартире находится. То есть очень огромные вариантов, как вас узнают, вашу личность, когда вы работаете без VPN. Вот, потому что к чему вы ведете? VPN-то как решает все эти вопросы или не решает? И вот, можно, наверное, даже показать, там, я скидывал фотографию, фото номер один, как решает все проблемы VPN, большинство проблем с карта. Вот первая картинка, это почему вы работаете напрямую, то есть, ну и понятно, и хайперы, и провайдеры, и товарищи майоры, особенно сейчас, с теми изменениями в законодательстве, которые мы обсуждали, и которые происходят постоянно, они имеют уже прямой доступ, даже вот товарищи офицеры, как говорится. И, то есть, вы получаете от провайдера интернет, к этому провайдеру уже подключен, ну, имеют возможность подключиться и хакеры, это очевидно, и имеют возможность подключаться уже и сотрудники силовых ведомств Беларусь. Если же и идет вот соединение, то есть, с провайдером он полностью открыто видит, и в тот ресурс, в который вы заходите. Это любой сайт, YouTube, ну, все что угодно, Telegram, любое, или приложение, или сайт, любой, скажем так, ресурс. Если же вы используете VPN, то соединение у вас напрямую идет только с VPN. Очень быстро картинку переключили, дайте назад, пожалуйста, мы еще пока вот на этой теме стоим. То есть, идет соединение с VPN, и все, что провайдер, или товарищ майор, или хакер может увидеть, то, что вы, как пользователь компьютера любого вашего, на котором стоит VPN, браузера, если это браузер на VPN, ну, лучше ставить на компьютер, это я сразу говорю. Или телефон, планшет, без разницы что, хакер, товарищ майор, провайдеры видят только то, что вы соединились с тем или иным VPN. Что вы делаете дальше? Зашли вы в Telegram, зашли вы на какой-либо сайт, на YouTube, всю историю любых страниц, что вы на них делаете? Этого уже невозможно определить, потому что VPN подменяет адрес ID, и вас не возможно определить. Что будет дальше? Помните, когда за донаты через Facebook людей закрывали, там штрафы огромные давали, да? Совершенно неважно было, к кому ты донатил. Да, ты донатил девочке со СМА маленькой, или же ты донатил куда-то в другую? Да, просто они видели, что ты донатил через Facebook, все. И не сегодня-завтра выйдет закон, согласно которому, поскольку, вот товарищ майор сидит, значит, следит за Людкой. А Людка раз, и через VPN пошла куда-то. И товарищ майор, ага, через VPN пошла, запятая сука. И 15 суток легко, просто потому что нельзя через VPN. Это то же самое, как, ну, нет состава преступления, если ты донатил кому-то через Facebook. А я, может быть, просто открыла какой-то европейский сайт, который сейчас из Беларуси не открывается. Бездоказательно. Ну, то есть, условно. Супить что-то хотела, какую-то сумку. Да неважно, просто, неважно, что ты там делаешь. Просто ты зашел в VPN, все, уже поехал на сутки или уголовка. Ну, то есть, они же могут это сделать, правда? Мы же бессильны. В этом суть. Запретить VPN законодательно можно, но я объяснял способы для донона не просто так. В том-то и суть, что, грубо говоря, если все массово будут использовать VPN, так же, как они используют на территории Беларуси его сейчас, то невозможно отследить, кто использует. Невозможно отследить устройство. То есть, отпадают эти источники динонона. Представьте, вы купили новый телефон, не по своему паспорту, не составляли никакой документации, не платили карты, ничего. У вас новый пустой телефон, вы его никогда не вязали. Аймейн не спален. И у вас есть новая симка, абсолютно не на вас зарегистрирована, вы никогда и не пользуетесь. Динона нету. То есть, даже без VPN, теоретически, вы можете сидеть на нем более-менее безопасно. Понятно, есть такой способ, как откуда бы истории исходят, соты и все остальное, но это очень трудозатратно. И это пояс вас одного. А если это миллионы людей, все, вы теряетесь. А Дианон начинается с любой Яндекс.Доставки? А Дианон начинается, допустим, вы берете свой нормальный обычный телефон, ходите рядом с ним, с этим чистым телефоном, и уже у вас одинаково по сотам идет передвижение. Один из способов. По камерам соотносят время, место, камеры и то же самое. Яндекс.Еда. Какое-нибудь оформление договора, тоже симки. Этих способов, ну, очень много. Я о ней все не расскажу, я даже всем не знаю. Есть даже, там, ну, очень сложные способы, их даже, ну, на слух сложно воспринимать. VPN, он обрубает вот эти Дианоны. То есть вы соединяете с каким-то ресурсом, допустим, там, в Швейцарии, и он уже делает все остальные вещи. То есть он исключает вот этот Дианон устройства и поиск его через этот Дианон, потому что сайт это собирает многие. Вашу локацию, очень много, я сейчас практически там 80%. То есть и локацию вашу уже не показывают к Гуглам и всему остальному. То есть это все обрубает. А VPN у нас немало людей пользуются. Эта культура у нас внедрена достаточно сильно. И это очень сложно перебить. Есть способы, они очень такие трудозатратные, но вот насколько я изучал там различные статьи по данной тематике, как они вычисляют. Это то, что когда ты подключен через один VPN, они имеют право, имеют такую возможность определить, через какой VPN ты сидишь. То есть вот это, как я провайдер, видит, что ты подключился к какому-то конкретному VPN, и все. То есть если тебе, допустим, скидывают определенную ссылку, как они любят скидывать, как я тоже не раз говорил, и ты включил VPN только для того, чтобы пройти по этой ссылке, потому что ты подозреваешь, что она подозрительная, и ты его только-только включил, там минутка прошла, прошел по ссылке, и они проверяют точное время, они получают точное время, когда клик произошел, и они уже отслеживают всех в стране, кто именно на этот конкретный VPN в это примерное время, там в промежуток 5 минут зашел. И так повторяют, допустим, процесс одного и того же админа какого-нибудь процессного чата 5-6 раз, и они получают разные списки, кто в это же время на всей стране получил, и находят одну фамилию во всех списках. И так они к человеку приходят. От этого спасают двойные VPN, или VPN, ну, два разных VPN одновременно, а можно их сколько угодно делать. А, одновременно можно сразу несколько ставить, да? Ну, продвинутые ребята, даже в фильмах, даже в старых фильмах, там, у него там 15 точек VPN, я просто не представляю, насколько будет тормозить интернет, потому что каждая новая точка она замедляет. Вот, вот. Это же нельзя просто включить и всю жизнь с этим VPN жить. Понятно, но 2-3 VPN платных, они как бы достаточно хороших, они помогут. То есть есть, а есть VPN, которые, если вы доверяете, есть такие VPN, у которых есть функция главного VPN. Она вот именно этот способ обхода точно как бы уничтожает. И еще важная вещь в VPN, кто будет себе устанавливать и настраивать, это функция, по-моему, она называется Kill Suite. Она, когда VPN глючит, допустим, или какой-то сбой произошел, то она отключает вас от интернета, и пока не восстановится соединение. То есть, если у вас вдруг VPN там на секунду, что-то с ним произошло, он перестал работать, ваши данные и IT утечет, и все, и бесполезно было использование его. Вот это вот, кстати, фотографию, да, как это выглядит. То есть, это все прекрасно спасает. Смотрите, вопрос по поводу вот всех этих премудростей VPN. Это же все вы перечисляете, наверное, в платных версиях, да? Нет, есть много таких, достаточно много функциональных бесплатных VPN. На мой взгляд, самый наилучший это Proton VPN. Как, как, Proton? Proton VPN, да. Я скинул ссылки бесплатных топ, там, наверное, 6-7. Можно как-то их закинуть и в чат, и в описании под видео. И топ платных. Из платных NordVPN, очень такой крутой, Proton это Швейцария. И он может быть и платным, да, там расширенная функция, но оно больше всего расширяет скорость передачи данных, как правило. А самые функции по безопасности, они стараются включать практически все, даже в бесплатную версию. А вообще, сколько стоит в среднем VPN, если все-таки человек хочет решить? В среднем 5 долларов в месяц, если покупаете годовой тариф, или двухгодовой, там выходит около 100 долларов на 2 года. То есть, вот, Proton VPN, допустим, 100 долларов на 2 года, то есть, ну, поверьте, нахождение в тюрьме, или же, да и вообще сбор таких данных. Хотите ли вы, чтобы в отношении вас кто-то получал такие данные? В том числе, как происходят мошеннические операции по карточкам, по, скажем так, списанию счетов, то, поверьте, можно потерять куда больше, чем за 2 года 100 долларов. А вот этот Psyphon, Psyphon нормальный? Вот этот известный из 20-го еще. Нет, честно говоря, из бесплатных мне нравится Proton. Один из топовых, и скорость, и Швейцария, Psyphon, вот, честно, я помню в 20-м, потому что он 7-го спорта. Да, все на нем сидели. Я помню, все на нем сидели, в том числе и я. Но много воды утекло, и я, когда начал поглубляться в эту сферу, изучать что-то больше, я изучал нынешние списки топов. То есть я знаю, что Proton из бесплатных, да, он и в платных очень хорош. Nord, наверное, это там один из лучших платных. Ну, там, я списки скинул. Да, мы опубликовали уже все это. Да, да, и, в принципе, проблем никаких нет. И еще прикол Proton в том, что есть, скажем так, много видов языков, в том числе русский, с которым вы сможете нормально ознакомливаться, окамливаться, ну, со всеми, скажем так, функциями. Для вас, ну, удобно по языку. Да, понятно. Слушайте, еще, дорогие друзья, мы видим ваши вопросы с фамилией, так сказать, с упоминанием. Зададим обязательно. Пока у меня вопрос, он может показаться идиотским, но только человеку, выросшему в свободной стране, а белорусы как раз-таки поймут и прислушиваются. А вот вы покупаете VPN, и к вам приходит, говорит, а что ты, сволочь, купил VPN? Ну-ка, давай пять лет тебе. Такое может быть? Во-первых, есть и многие VPN, которые уже пришли, которые VPN покупаются по криптовалюте, то есть не по своей карте. Ну, по... Какая криптовалюта? Ну, давайте, да, да. Давайте мы этих... В пармоне, например, человек. Этих четверых. Я не знаю, в том числе и... Ну, я бы не сказал, что это эти четыре человека. Хорошо, 40. Это все, кто проголосовал на выборах в Краниционный Совет. Это 6700 человек. Хорошо, а остальные? Остальные. С криптой это давайте мы оставим. Это отдельная тема. Вот если ты... У тебя карточка, хочу купить VPN. И чего? В нынешний момент VPN не запрещены. Поэтому... Зеркало и Тутбай тоже не был запрещен. И даже перепосты в 17-м году были возможны. И интервью давали Тутбайу в то время. Самые высшие люди в стране. Это понятно. Я объясняю, что когда огромная масса проводит различные денежные операции при покупке и расчете своими даже карточками, это не так просто отследить. Даже, я вам скажу, без VPN, сейчас, конечно, это уже за четыре года, потому что сильно понадобилось политических вырезать и все остальное. Раньше, когда я работал, как было один и тот же VPN, у нас определенное количество этих адресов ID есть, точнее, не VPN, извините, ID есть. И провайдеры не могли, скажем так, на тот объем людей, который у нас существует, использовать для каждого индивидуальный и больше его никогда не повторять. Они их перепродавали и оказывалось, там, перепокупали. Там, человек, там, чуть-чуть не попользовался. Следующему пошло, что на один ID от провайдера получалось по пять человек. И ты смотришь, там, за какое-то там преступление и еще что-то. На одном и том же человеке, там, пять-десять человек ID-шки висит. Да, у тебя список очень узкий, но тоже свои определенные проблемы и сложности давало. Я не знаю, решили ли эту проблему в данный момент или нет, но ресурсы конечные, с санкциями, много оборудования современного и технологически сильного ты тоже не купишь. И отследить всех, кто бы оплачивать себе VPN или найти способ, если ты настолько боишься, всегда возможно, всегда выход есть. Плюс, как вариант двойного VPN, даже работает тот же браузер Tor. Он вообще, априори, это специальный браузер, в основном им пользуются хакеры, но он устанавливается без каких-либо проблем так же легко, как и Google браузер. А он и на телефон, и на планшеты, и на лаптоп можно поставить? Да, да, да. И ты его ставишь, это как двойной VPN уже есть способ, то, что мы с вами обсуждали. То есть один протон ставите, вот, допустим, протон, я знаю точно, функция есть, что он с Tor работает. И вот у вас еще браузер Tor, который тоже не собирает данных, ID не передает и все остальное. Вот тоже есть таких вариантов. Так, хорошо. Тут многие интересуются, если сбросить до заводских настроек телефон, тебе останется что-нибудь? Ну, естественно, нет, но если вы заходите, сбросив до заводских устройств, тот же свой Telegram, и у вас там, ну, те же боты останутся, тот же свой аккаунт Google Play, то есть зайдете, то тоже та же история, все останется. Если вы уже сбросили, то заводите новые аккаунты. Новые аккаунты. Это тоже надо помнить. И, допустим, ну, я понимаю, к чему идет, к какой истории. Если с Telegram, то вот с этим ботом моя рекомендация чисто от меня, без каких-то там негативов и всего остального, ради своей безопасности удалить этот аккаунт. Лучше ничего не будет. Телеграмовский, да? Показали, да, киберпатизаны давали инструкции, они правильные, как удалить из поиска, и чтобы не было и в поиске, и он нигде не висел, и в том числе не висел в заблокированных ботах. Но есть какая ситуация. Если его не заблокируешь, потом при следующей рассылке вам опять придет такой подарок. Это нюанс номер один. А даже если заблокируешь именно этот бот, вам будет приходить уведомление многим. Я не знаю, смотря какая система, но как произошло у меня, у меня он был заблокирован, но мне пришло уведомление о том, что чат-бот такой-то хочет с вами связаться, но он у вас заблокированный, понимаете? Как смс, если блокируешь номер, тебе все равно приходит, типа, вот этот номер тебе хочет отправиться. Хотел связаться, да. А поэтому те, кто в стране и те, кто едет, не жалейте вы эти контакты, фотографии и все остальное, удалите этот аккаунт. Это куда важнее, чем любое, ну то, что я обсуждал, это безопасно. Но один нюанс. Те, кто, допустим, в системе и те, кого регулярно проверяют, понятно, что вы общаетесь с такими же товарищами-майорами. И если вы вдруг сейчас те, кто был подписан, резко начнете все удалять эти аккаунты, тоже как бы там стрельнет мыслят, то есть продумывайте этот момент. Потерял телефон, подождите, выждите там недельку-две, то есть не все разом, потому что эту массу, если сейчас все увидят это видео и все удалятся к этим людям, продумывайте каждый свой ход, каждое движение. Смотрите, а по поводу сброса телефона до заводских настроек, тут скорее речь идет о том, что ты сидишь на кухне, попиваешь чаек и слышишь вот такое. То есть успеешь ли ты быстренько просто хладнокровно сбросить до заводских и обезопасит ли это тебя? Я бы закинул в микроволновку и включил микроволновку. Блин, ну нет у меня микроволновки. Мне телефон не жалко, ну я не знаю тогда, в чайник включил ловица и кинул бы туда. Так проще, да? Ну быстрее. Если знаешь, на рылок. Но микроволновка это идеально, потому что микроволновка быстро, чайник пока закипит не успеет. Но они не могут допереть, понимаете, есть такие ситуации, что ну кипятится чайник, мы пока отца там почки отбиваем и все остальное, но кипятится, кипятится, они побегут, они его сразу выключают. Но немногие догадаются. Хорошо, а с компом что делать? Ну, мой не влезет в микроволновку. Пока, понимаете, вся важная информация, жизненно важная, и с контактами со всем остальным, она все-таки в большей степени хранится в нынешний момент на телефон. И они больше за телефоны. Компьютер, во-первых, если компьютер выключен и правильно у вас настроен, но это тоже, это такие, я не могу такое рассказывать людям, которые, ну, единицы используют такие данные. То есть, во-первых, если мой винчестик с моего компьютера достать, он будет зашифрован, ты его не включишь ни в какой, допустим, другой комп. И это не так уж слишком сложно делать, эта функция уже стоит на управлении на каждой винде, допустим. Это ты можешь сам настроить при установке Windows. Чтобы там какие-то файлы я хранил на своем компьютере. Ну, я в безопасности, да, у меня рабочие документы есть. Но если не в безопасности, я бы не хранил бы, я хранил бы на винчестере, и винчестер точно так же можно поместить в микроволновку моментально. Ну, переносной. Ой, ну, это прям. Это очень, конечно. Нам же надо... Надо день выбрать, чтобы это сделать. Нам же надо простые, да, так сказать, житейские. Понимаете, вы в безопасности, а те, кто в Беларуси, они уже простыми путями не ходят, они обеспечивают свою безопасность в тех реалиях, которых есть. И винчестер переносной, на нем хранить информацию, которую ты вот так вот проводком достал и кинул в микроволновку, и купить для этого микроволновку, то, в принципе, и можно так сделать. Понимаете, это не так... Вот это то, что возможно сделать, пока вам стучат в дверь. Остальное... Ну, через микроволновку мы наблюдаются в Республике Беларусь. Сейчас начнут брать всех, у кого есть микроволновка. Да, да, да. Ладно, шутки в сторону, еще важный вопрос про мессенджеры. Люди созваниваются между собой, обсуждают какие-то вещи. Понятно, что по телефону этого никто не делает, созваниваются в мессенджерах. Есть телеграмм, есть ватсап и есть сигнал. Что сейчас по каждому из них можете сказать, что более-менее защищено, что нет, какой из них лучше, каким пользоваться? Ватсап вообще нет, не пользуйтесь им. Там есть огромная дырка безопасности, и про эту дырку знают и Фейсбук, и все остальные, но они ее не устраняют. Почему, непонятно. А что это за дырка, как это работает? Ты можешь там услышать, что тебя там прослушивают или каким-то образом? Звонки нет, по-моему, там читать все можно, насколько я помню. И этим активно пользуются Фейсб, и все об этом знают. То есть любой там, кто хоть чуть-чуть знаком с игрой безопасности, все это знают. Ватсап забудьте. А подождите, подождите, то есть звонки это безопасная история ватсапе? Не уверен, я не буду говорить, я знаю, что он небезопасен. Но читать точно могут. Да, то, что смс, кто пишет и все остальное, это точно. Звонок, по-моему, сложнее, но если есть дырка, может быть и звонок, возможно. Окей, если… Да, сигнал. Сигнал – это то, что, допустим, больше всего имеет доверие у меня в нынешний момент, особенно с новым обновлением у тебя не скрыли номера телефона. Это то, что меня бесило в сигнале, что они не скрывали номер телефона, приемли контактами. Этот нюанс устранен, сигнал – респект и, скажем так, больше всего доверие. А это не россияне принимали сигнал, кстати? Не-не-не. Это даже к тому, что больше всего сигнал менее распространен, чем Telegram. То есть к нему сложнее органам привыкнуть и применить какие-то, скажем так, схемы. Телеграм, если правильно все делать, пользоваться и соблюдать все правила, повторюсь, то безопасен. Есть нюансы, где вы можете точно так же себя сдианонить. Если в нынешний момент даже каких-то политических активистов многих дианонят, потому что они пользуются и на тех аккаунтах, которые они создали с белорусским номером, то спустя 4 года, и об этом уже 10 раз говорилось, то это просто позор. Ну, стыд и позор. И определяют ID, определяют любые комментарии, действия, все, что вы пишете. Меняйте никнейм, не меняйте, скрывайте там этот номер телефона. На белорусский номер Telegram небезопасен. Точка. То есть это уже плохо. Ну, вот в таком ключе. Смотрите за этим тоже. Ну, окей. То есть, да, сигнал вот сейчас, да, наиболее такая интересная история. Ну, я так понимаю, про вайбер можно даже и не спрашивать. Не, про вайбер нет, понятно. Ты и даже не спрашиваю. Хорошо. Так, что я еще... Ну, видишь, как и опыты, недавно говорили, что вот ватсап это, да, ватсап это, да. Оказывается, не совсем так. Хотя, с другой стороны, если вы в ватсапе пересылаете фотки какие-то там, смотри, что я сегодня ем, смотри, во что я сегодня оделся, пусть читают. Не, да кто, если читают, драть богу, ну, как бы, понятно, что, да. То есть вопрос... Можно вообще не использовать какие-то правила безопасности. Это тоже один способ себя обезопасить. Да, не говорить, забыть про какие-то технику. Им будет интересно. Ну, это называется, как бы, скажем, трагедия определенного рода. То есть, тогда можно не бояться за какие-то действия. Слушайте, ну, вот последний такой человеческий вопрос. Ну, вот эта история с Азаровым, это вообще как вы ее оценили? Ну, мне понравилось, что многие, в том числе и ваши медиа, задействовали сторонних игроков. И у меня к нему сильно привзяты отношения, какие тут могут быть комментарии. Это человек, которого я просто грубо ненавижу, поэтому я не буду высказываться. И вот то, что давали другие сторонние лица, о нем там свои действия, это, наверное, на мой взгляд, более правильно. Ну, самоотвод заявляю, как говорится, потому что я тут заинтересован в лицо. Ладно. Лена спрашивает у вас. Я спрятала выключенный гаджет со старыми учетками. Еще раз. Я спрятала выключенный гаджет со старыми учетками. Уверена, найти его нереально, если только не существует специального устройства, определяющего выключенный телефон. Есть ли такое устройство? Вопрос. Называется металлоискальник. Ну, только так, да. Это один из... Естественно, я думаю, что если хорошо спрятали и, скажем так, просто случайно не найдет его какой-то прохожий или там поисковик, то никакого диалога не произойдет. То есть нету таких... Я, по крайней мере, не слышал и не знаю о том, чтобы по выключенному устройству искали вас и как-то определяли. Я не знаю. Хорошо. А вот насчет телефонов, которые у следователей лежат, да? Ну, сейчас, когда пришел этот... Пришел этот заклик голосовать от Перамоги, телефоны белорусов находились в кабинете. Где они там хранят? В сейфах, в кабинете? То есть сейчас... Вы допускаете, что сейчас идет работа по, так сказать... Сейчас чешут, смотрят, то есть первые вот эти дни они знают, так, кому пришло, кому не пришло. Что с этими телефонами происходит? Или их тупо выключают и потом возвращают? То есть следаку лишнее это не надо, как бы, ну, телефон отключен, лежал, человек свои сутки отсидел, пошел вон. Вот как вы думаете, в какой вектор сейчас избран? Во-первых, ну, поясню, что у всех по-разному лежит. Понятно, там, в сейфах, в спецпакетах, во всем остальном, но это вообще никакой проблемы. Разница, где лежит, это вообще нет. Это и все места лишения свободы, там, начиная, я не знаю, от СИЗО, там, РОВД и всего остального, кабинеты тех же оперов, следователи, везде есть такие взгляды. И в огромном количестве, особенно с 2020 года, техника и, ну, у моих все забирали. Даже вот приезжали без разницы, там, телефон, который на 20 лет уже не пользуюсь, какой у нас СИЗО, всю полностью технику, все забиралось, и ничего это не возвращалось. Сколько остается в качестве вещественных доказательств, сколько этой техники еще лежит на различных складах хранения, это огромная масса. Не буду скрывать, прошел с нескольких источников нам информация, что, как минимум, в ГУПОПе и всему следствию, у всех, у кого находятся вот в таком роде изъятые телефоны, дана команда включить эти телефоны, чтобы, естественно, включилась связь, и чтобы пришли эти уведомления. И, грубо говоря, если брать андроид, там даже его разблокировать не надо, там, пароли или еще что-нибудь, вам точно так же всплывет это уведомление, и там будет написано план перомога, понимаете. И насколько, я не буду говорить, с какого количества источников пришла информация, но она точно дублируется, что такое распоряжение дано, и будут проверять и шлицать всех. И есть задача, скажем так, максимально много задержать, и тут преследуется не только там месть или безопасность, бояться этого плана перемога, а в том числе и политический аспект, чтобы просто максимально демократические силы замазать вот этим провалом. Я думаю, как-то в таком случае. Конечно. И этот шанс они свой не упустят, и они сейчас, мы будем еще много, скажем так, видеть последствий, которые будут происходить, задержания, реальных задержаний, где-то нереальных задержаний, о которых вам рассказывал Балаганов, что просто ради картинки там будут делать, и таких, и таких мы все это будем наблюдать, я думаю, и не в малых качествах. А то, что исполнители будут это делать, я уже более-менее уверен, потому что за 4 года как бы там не хотелось-не хотелось вести какие-то тайные потаенные игры с Ипсой и всем остальным. Селекция произведена там на максимальном уровне, и остался там далеко не лучший контингент. Для сравнения скажу, что, насколько мне известно, в моем отделе, в родном, в котором я работал, осталось там 2-3 человека, то составы, с которым работал я за 4. А кто идет, а что это за люди идут? Вот я так и не знаю, кто там идет, кого они набирают, но понятно, контакты все меньше и меньше с тем, чем я занимаюсь. В какой-то определенный период времени, мне информация лучше шла, набирали молодняк из зеленых и все остальное. И там, я знаю, и полковников, и всех остальных сейчас задерживают, приезжают там чуть ли не старее, в лучшем случае капитаны. То есть, ну, в таком. Молодняк, который просто... Ситуация в чем еще она сложна? Ты приходишь молодым сотрудникам, ты все впитываешь, что же там учили, еще что-нибудь. Ну, силовые вузы, они не сильно, шибко дают тебе базу образования, особенно для следователя, допустим. То есть, ты там чистишь картошку, наряды, ну, чушью, это армия. Это тупо дебильная армия, занимаешься чушью, поверху чуть-чуть приправы какого-то там базиса юридического дадут. Все ты это берешь на практике. И, понятно, там уже практически сотрудники, они сильны, потому что это надо работать, нагрузки огромные. Там вот ты, грубо говоря, моментально растешь, именно, допустим, как следует, в юридических познаниях очень сильно. Но ситуация в чем? Кто тебя будет сейчас учить? И под какие, и как эти законы исполнялись, как соблюдались права человека и все остальное. Когда меня учили, когда было все нормально, никого не избивали, все делали по закону, где... И я еще и в отношении сотрудников органов, но их дел дела, бил, расследовал все остальное. Это было не проблемой, скажем так, если нарушения существовали, никто это не запрещал. И все было в рамках закона. Ну, потому что не политические дела были. Там, ну, я не буду даже с кем-то могу, с любым поспорить и обосновать. Что там не было никаких нарушений, было все отлично в этом, с вами-то, ключе. Я понял, что мы... И когда ты приходишь молоднячком после 20-го года, и там вся эта дичь происходит, чему они научились? Там научились таким вещами, такой жестокости, что... И это сразу же, это... В этом же векторе ты уже и всю жизнь будешь работать. Поэтому там, ну, действительно, вот в нынешнем моменте... То, что мы обсуждаем сейчас, я прошу прощения, мне напоминает, это как если бы сидели в, там, в любом, в 37-м или в 52-м году, сидели бы вот так же по интернету и обсуждали бы какие-нибудь беглые товарищи, значит, как себя вести по закону с НКВД. Вот как быть по закону, да? Вот что ж нам делать? Очень хорошо Анатолий, по-моему, наш зритель Анатолий написал. Есть еще способ добыть информацию, вот найти выключенный телефон, он пишет. Очень простой способ. Физические пытки владельца. Да, то есть ты можешь ставить какие-то защиты, там, VPN, быть трижды... Ну, когда тебя ломают... А тебя просто берут и говорят, вот у тебя же жена есть, да? И дочка у тебя есть, 15 лет. Ох, баба классная. Ох, уже в 15 классная. Ох, пусть, да? Все! Что, и ты сидишь... А это же истории реальные? Люди рассказывали такие истории? Реально. Все, и ты сидишь, и, ну, блядь, ты им сдашь все. То, что нам приходит в последние времена, мы, ну, поймите, я занимался против личности, то есть я, там, за первый год трупов увидел больше, чем, там, патологоанатом, мне кажется, любой. То есть, там, больше за 170, по-моему, подсчет был, потом я перестал его видеть. Ну, много всякого такого видел, но вот когда тебе рассказывают, как с живыми людьми поступают, я-то видел уже результат, конечно, в основной массе, там. Ну, и не только, там, убийства, это и суициды, и травмы на производстве, несчастные случаи, все подряд, и пожары, там, ну, все, то есть у меня вот такая была линейка по жизни всегда вот этим вот всем заниматься. И много я видел, но когда тебе рассказывают, что это реальные люди делают с, во-первых, задержанными, то есть это еще даже не обвиненные, там, ну, без разницы, сидеть, не сидеть, человек там совершил преступление, нет, и то, что они творят, и какие они методы применяют, и что они делают, это просто, ну, и насколько беззаконие стало, то есть они уже, там, на виду, у всех могут пальцы свои стирать, потому что, там, телефон. Да, это как бы совершенно не заботясь ни о чем. Вообще не бояться ничего, то есть, там, ну, нету правил и рассказывать байки и сказки о том, что там мы сейчас придем, отиллюстрируем 10%, остальные все, ого-го, классные, крутые, ну, я не знаю, как, их только под страхом, вот, вы придете, там, поменялось вас, все остальное, они только под страхом, скажем так, затолкают всю свою гниль куда-то туда и будут типа делать по закону. И как только вот такой вот щучок сделают, они опять сорвутся как собаки. То есть это перестраивание всей системы и грузинский вариант, где под моль и заново строится, ну, к сожалению, быстрее всего только так решить проблему. Единственное, там, вот эти как раз запас 10 нормальных отсеянных процентов, вот, действительно, каких-то таких, где надо будет еще их найти, это те, кто сможет воспитать новое поколение и передать опыт. Вот, это, даже этот, и то, там, остальные 90% надо будет брать опыт других цивилизованных стран и привлекать иностранных специалистов на самом-то деле и переучивать это все. Это, как говорится, совсем другая история. Мы это еще как-нибудь обсудим, причем с практической точки зрения. Пока спасибо вам огромное. Спасибо большое. Да, и вот, Андрей, а лайк, если залепить из Белоруссии на Ютубе, то, как бы, ну, пока не взяли, ты же имеешь это право сделать, правда? Да, да, да. Он не должен, как бы, теоретически караться. Распространение репостов должен. Я говорю теоретически, потому что, ну, сами понимаете, там, ну, и подписка, не знаю, как они могут интерпретировать, но вот репост — это плохая ситуация. Репост, конечно. Это распространение странического материала. Лайк, подписка — это дело каждого свое, но понятно, что будет нехорошо. Но если взять ту же Ютуб-платформу, то там история просмотров, то есть, есть. То есть, надо настроить правильно Ютуб и не сохранять историю просмотров. А есть такая, просто не сохранять, да. Да, да, в таком ключе. Почистить? Ну, и я как-то рассказывал, заведите два Ютуб-канала, на одном вы смотрите, потому что рекомендации еще, вот этот искусственный интеллект, эти платформы очень сильно развиваются, они знают, что вам показывают. Вы зайдете на мой Ютуб, там, обычно «Утро балаганов» и все, там, «Маланка Медзи», «Радио Свобода» и все остальное. То есть, ну, рекомендации соответствующие приходят, и ты от этого, скажем так, не избавишься. Поэтому у меня там эти браузеры, гуглов, я сейчас вижу раз, два, три, четыре, пять, шесть, торг, седьмой. Ну, и сколько аккаунтов на них, я там даже затрудняюсь сказать, ну, немало. То есть, поэтому… А я там в относительной безопасности нахожусь, поэтому… Хороший совет. Несколько аккаунтов в Ютубе, это не проблема, заводишь и… А зачем вам 10 аккаунтов, что вы там смотрите, такое плавное? У нас, к сожалению, уже нет времени, прости, пожалуйста, но я… Ну, это… Будо только успело в первый раз задать вопрос. Нет, ну, это вопрос от людей, которые к вам пришли. Что это у вас подозрительное? Я… А, в смысле? Да, 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 да. Что вы там смотрите? Ну, что вы не можете смотреть на дно, на дно? Как все нормальные люди? Ариторический вопрос, по-моему. Да, не нариторический вопрос. А что это у вас дверь коричневая? Ну, дверь-двери, дверь, пожалуйста. Дверь у всех людей есть строгого. Так у всех есть, все заедут, ты за себя переживай. Да, все, ну, такое. Мне очень хороший, скажем так, совет, микроволновка. Лучше, чтобы даже не смогли посмотреть. Быстро, моментально там, все. Все. И чпок. Хорошо. Микроволновка. Все за микроволновками. Все за микроволновками. Сейчас с микроволновкой ходить по городу. Да, все за микроволновками товарищи, как говорится. Спасибо, Андрей. Счастливо вам. И до новых встреч. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok